Микс Ньюс Утро на Болткоме Приветствую всех радиослушателей. Начинается программа «Утро на Болткоме». Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Сегодня 21 октября. У нас сейчас гость в студии. Его зовут Вилнис Кирсис. Это вице-мэр Лиги и депутат Рижской Думы от Нового Единства. Доброе утро. Доброе утро. Сразу расскажу, что впереди нас ждет еще один гость. Врач-оптометрист. Это после 9 часов. А после 9.30 полчасовой интерактив. Тоже, кстати, тема отчасти с Рижской Думой связана. Это зеленая политика, которая провозглашена и на уровне Европейского Союза, и на уровне Латвии, и на уровне Риги. Вот об этом полчаса мы с Олегом Пекой поговорим. Будем ждать ваши звонки. Да, господин Кирсис, значит, неполные три недели, получается, Дума работает уже полноценно в полном составе. С мэрами, вице-мэрами. 2 октября, если мне не изменяет память, господин Стакис стал мэром. Вы, значит, будете отвечать за транспорт и инфраструктуру в этой Думе. Такая роль на вас, как на вице-мэра, возложена. Вначале, конечно, о, наверное, политических паре моментов таких, которые вызвали, если не дискуссии, то определенные такие разговоры. Это, в принципе, количество вице-мэров. Вот не так давно, на днях, кажется, один из ваших оппонентов на выборах, господин Чекушин, кандидат в мэр, он выложил, опубликовал в Фейсбуке видео о том, как оппозиция отреагировала на то, когда, если помните, в марте прошлого года в Рижской Думе вводили должность второго вице-мэра. Ну, как вы понимаете сами и, наверное, помните, была острая критика, что это такое, второй вице-мэр, зачем он нам нужен, это расточительство и так далее. В Новой Думе мы увидим целых три вице-мэра. Вот как вы сами это можете объяснить? Ну, все зависит от того, для чего этот пост. Ну, если работать, то он ни коем случае не помешает, если, ну, просто сидеть, как, по-моему, господин, например, Бараник, который был. Да, это был Бараник. Да, это второй вице-мэр, ну, тогда я не вижу такой нужды. Ну, и мы видим, что все-таки, если смотреть на инфраструктуру, то там очень много проблем и развития. Мои такие ответственности не только транспорта, инфраструктура, но и развития, как привлечение инвестиций и весь этот блок. Ну, тут, я думаю, что нет вопросов, что тут есть много проблем, много что делать, и такой пост нужен. Второй вице-мэр, например, господин Смилтонс по сотрудничеству с Перигой. Ну, и тут это уже ясно, что нам надо смотреть не только на Ригу, как, ну, какую-то отдельную единицу. Нам надо смотреть все-таки на все, ну, как говорится, ну, метрополический ареал, или как это сказать. И тут это сотрудничество 10 лет не было с Перигой, и поэтому отдельный пост для работы, ну, такой, на общую картину. Ну, и третий пост вице-мэра, это вице-мэр по... Госпожа Озова. Госпожа Озова по антикоррупции. И этим вопросом, ну, мы все видим, что там 40 криминальных дел по этим 10 лет было, предыдущих 10 лет. Ну, и, конечно, это и есть проблема с этим вопросом, и надо работать. Но это как будет работать вице-мэр, ну, это, наверное, может только, как бы, наблюдаться только в течение какого-то времени. То есть, если коротко сказать, то, по-вашему, вот тот пост вице-мэра в лице господина Баранника был бесполезным, а сейчас вице-мэры, очевидно, необходимы. Ну, скажем так. И еще один тогда загонку вопрос тоже связанный вот с количеством должностей. Это 11 советников. Тоже многих удивило уже. Вы, наверное, читали, что это называют 11 друзей Стакиса, вот все эти формулировки. Действительно, вот необходимо ли такое большое количество советников? Ну, во-первых, у предыдущих мэра и вице-мэра тоже были советники, и тут... Не то, что они вообще нужны, это, конечно, понятно. Ну, да, и, ну, я не вижу, ну, тут такого большого, ну, как бы, ну, роста этих советников. Ну, хорошо, там, у Америкса и Ушакова, может быть, вместе было, не знаю, там, 9, наверное. Ну, тут 11 у четырех. Это во-первых. Во-вторых, ну, тоже, если смотреть общую картину, ну, ты как, не знаю, как вице-мэр, как депутат, ты не можешь одновременно пойти на всякие, там, дискуссии, там, заседания, там, участвовать, говорить, слушать избирателей, и одновременно держать, ну, руку на пульс, например, транспортного департамента, департамента развития, какие-то приоритеты, которые нужно присматривать, да. Ну, конечно, для этого нужны, ну, помощники, команда, и везде в мире, тут Рига и Латвия не уникальны, у всех политических, ну, таких лиц есть его команда, которая состоит из, ну, хорошо, там, различается, ну, например, у меня три советника, один по вопросам транспорта, но я думаю, тут вопросов нет, что это проблема, и надо думать, один по вопросам привлечения европейских денег, ну, я думаю, тут тоже нет вопроса, потому что у Риги бюджетная ситуация не так хороша, и, ну, на такое инвестиции в инфраструктуру мы можем рассчитывать только с помощью правительства европейских денег. Ну, и третий по вопросам развития, ну, я думаю, что тут тоже этот блок привлечения инвестиций и так далее очень такой, ну, критический, там, ну, нужна команда. Ну, я скажу так, можем через какое-то время посмотреть, ну, как работает, если результат есть, то я думаю, что эта команда, как бы, и все выцемерят, там, три человека себя, как бы, ну, а то есть, ну, вот. Ну, проявили, оправдали. Да, 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 ну, если нет результата, тогда и самим, наверное, нечего там делать. Так, ну, вот по поводу тогда европейских денег, вы уже, в принципе, там такой представили план достаточно яркий по развитию то, как вы видите, вот вашу отрасль транспортную, инфраструктурную, то, что касается европейских денег, по вашим словам, до 26-го года в еврофондах доступны большие средства, но для этого Риге необходимо успеть разработать соответствующие проекты, отвечающие, вот, то, что называется, зеленые экологические тренды. Успеет ли Рига такие проекты, по вашему мнению, создать и таким образом получить европейские деньги? Да, ну, во-первых, деньги даются на развитие транспортной сети, системы Риги и Периги, да, которая будет снижать уровень, ну, СО2 этих газов. Ну, нормально, нормально было бы, ну, где-то год, чтобы создать такой план, потому что там нужны дискуссии эксперта, ну, не знаю, там, у нас автобусы будут ехать, не знаю, там, на водород или биометан или, там, аккумулятор и так далее, и, там, сеть как развитие сети и так далее. Проблема в том, что у нас есть, ну, две недели остались, да, до... Всего? Всего, до 31 октября. Даже меньше, получается, 10 дней? Ну, уже меньше, да. Что же можно успеть за это время? Ну, вот, за это время мы, конечно, очень точно, ну, не сможем сказать, там, не знаю, надо трамвальный рейс или, там, туда, или будем покупать водородные автобусы, но мы можем определить примерно суммы и примерно направления, и потом их разрабатывать дальше. Ну, сейчас идет такая бурная работа как раз на это, и, ну, я, наверное, себе не смогу простить, если мы, как бы, ногу в эти двери не втыкнем, и, ну, на какую-то, ну, существенную сумму, ну, заявлений, ну, не дадим. Ну, там, в принципе, есть, скажем так, все, там есть улучшение общественной транспортной сети, там, трамвай, например, взъебный аккаунт, там, еще улучшение, тогда поменяние, ну, будем поменять старые автобусы дизельные на новые, ну, пока что, ну, как бы, 50 на 50, наверное, аккумуляторный, которые юрмали уже едут, и, ну, наверное, может быть, водород тоже есть такой, ну, одна из возможностей, поскольку уже в Риге есть 10 воднородных троллейбусов, как бы, есть опыт в эту сторону. Ну, и там, конечно, вэлло-инфраструктура, там… Нет, сейчас мы об этом тоже поговорим, я вот именно хотел понять, есть ли возможность получить деньги этих еврофондов с учетом, что вот 10 дней. Есть, есть, и, ну, тут такой критический момент, что эти все инвестиции должны до 26-го года сделаны. Ну, поэтому, например, купить автобусы, это, ну, довольно быстро можно сделать. Конечно, там, строить такую большую инфраструктуру, ну, это уже занимает больше времени, там, проектировка, там, конкурс, там, строительство. Ну, и мы должны исходить из этого. А так, ну, я думаю, что через 10 дней узнаем такое, ну, что-то узнаем, потому что там идет система такова, что мы подаем свои проекты Министерства сообщения, они, как бы, делают общую картину с Пирига и с общественным поездом, потому что поезд тоже тут внедряется в всю эту систему, и тогда они, ну, там еще делают такую калькуляцию как раз экономии этого СО2, и потом, ну, где-то в феврале идет, едут в Европу, да, с этим всем общим проектом. Ну, и мы в течение этого времени тоже можем какую-то работу дальше, детализацию, ну, тоже над этим работать. Виланис Кирсиас, вице-мариги у нас сегодня в гостях, пишите нам в WhatsApp сообщение 2306191, я обязательно по ходу эфира зачитаю то, что вы пришлете. Ну, да, вот то, что касается планов, достаточно амбициозных, которые вы озвучили по поводу того, как может меняться транспортная инфраструктурная картина в Риге, это уже охарактеризовали как такую даже транспортную революцию. Ну, вот из только некоторых таких наиболее ярких пунктов, которые вами были озвучены, это скоростные автобусы по улице Деглова до границы с Ригой, паромное сообщение между Вэтсмилгрависом и Булдыраем, значит, центр мобильности в Гаркалне, ну, где люди смогут оставлять свои автомобили и на поезде приезжать в Ригу, таким образом, как бы освобождая, разгружая дорогу. Что из этого все-таки в приоритете, что из этого можно реально ожидать, ну, я понимаю, что это не завтра и не послезавтра, но все-таки в ближайшие годы? Ну, я думаю, что, ну, ну, вообще, как я вижу, будущее такой общественного транспорта, например, Риги или вообще транспортной системы, 23-го года Соберискайс Вилтенс, ну, поезд, у них будут новые электрички, да, и они смогут обеспечить примерно 15-20 минут, вот, ну, такой интервал утром и вечером. И, как я вижу, все это будет, ну, такое, как бы, ну, мугур-каос. Это хребет или позвоночник? Да, такое, все их системы, и все, которые, например, переезжают Ригу, они, я вижу, что они оставляют свои машины в этих, ну, парковках, и потом уже на поезде едут, ну, там, в центр или куда надо, и это, ну, скажем, будет намного быстрее, чем... А парковки где, например? Парковки у границы Риги. Не в Риге, ну, например, не Алфа, не Югла, а, скажем, Гаркова у станции или Балтазарс, там есть, где, ну, где перекресток Виа-Балтика и Витземского шоссе, чтобы оба эти шоссе могли бы там оставить свои машины, или Бабииты, например, где Лепайское шоссе, где Венспилское шоссе, Юрмовское, и потом сажается поезд и едут. Те, которые живут уже в Риге, ну, тем для тех тоже общественный транспорт должен быть быстрый и удобный, ну, и как бы, ну, как еще опция велоинфраструктура, потому что, ну, может быть, слышали, там, на днях было такое заявление, что Риге от болезней, которая от плохого воздуха, загрязнений, умирает 14 раз больше, чем в авариях. Я, кстати, не слышал. Ну, было такое примерно две недели назад. Вот это, ну, конечно, удобно ехать на машине, но надо понять, что все-таки это, ну, мы от этого будем страдать, и все-таки нам надо идти в какой-то мере выходить, может быть, из своей комфортной зоны и пересесть общественный транспорт. Но вы думаете, что до 23-го года это реально вот осуществить? Просто любопытно, потому что планы, они уже давно как бы строятся, а вот интересно, что может ли быть реализовано, скажем так, реально? До 23-го нет, я думаю, что мы сможем, поезда будут уже до 23-го. Новые? Новые, да. Но, конечно, в тот же день все не пересядут эти парковки, мы можем сделать до 26-го, мы должны сделать, чтобы смогли осуществить. То есть, в этот срок вашей дубы? Вот именно. Ну, конечно, придется провести какое-то время, пока люди будут менять свою привычки, культуру, поведение и так далее. Но это может занять очень много времени, да. Например, там, не знаю, Америки, там есть города, где все есть, все равно люди не могут пересесть от машины общественный транспорт на метро, да. Это такая, ну, большая, большая дело все-таки меняться. А вот эти вот стоянки, я так понимаю, это то же самое, что система парк-н-райд, так называемая? Потому что в Риге, насколько я понимаю, они говорят, ну, наверное, лет 20 уже говорят, ну, по крайней мере, вот предыдущая рижская власть много об этом говорила и планировала, но ничего не было реализовано. Но, как правило, говорили о том, что это слишком дорого, затратно, вот вам так не кажется, я так понимаю. Нет, ну, во-первых, я думаю, что они, ну, как бы, направления, которым они думали, были неправильны. И они думали, что надо Риге делать эти парк-н-райды. Я считаю, что Риге не надо этих парковок, потому что, почему, заезжать Ригу, если можно... Ну, там Шалари еще одна игра все-таки на границе, как я понимаю, все хотели бы на границе делать. Ну, да, ну, например, тот, который, Плеунеке находится недалеко от, ну, как это, Кепка-Ушакова, считается, да. Ну, это уже в Риге и был какой-то, например, у Спицы делать парк-н-райд-план или у Алфы. Вы думаете, дальше надо? Надо на границе, тут нет никакого, ну, как бы, умысла, почему машина должна ехать до Алфы, если она, ну, водитель может сесть на поезд уже у границы Риги. Вица-мария Гевелонискирсис у нас в гостях. Вот по поводу этих планов, озвучив их, скажем так, вот в эфире, в публичном пространстве, послушав, что говорят, ну, слушатели, рижане, комментаторы, знакомые, кто угодно, да, многие говорят так, очень странно и цинично думать о центрах мобильности и там паромных переправах, когда все дворы многоквартирных домов в ямах находятся. И это проблема, которая вот в топе, как кажется, у рижан, абсолютно катастрофическое положение дорог, в том числе вот во дворах и то, что называется, в районах. Как вы на это смотрите? Есть ли план какой-то по этому поводу? Ну, во-первых, Европа не будет давать денег, чтобы, ну, ремонтировать уже дороги, которые у нас есть. Они говорят, делайте это за свои деньги, мы даем деньги на развитие. И тут нет противоречия, и мы можем, конечно, отказаться от этих больших денег, этих больших планов, но для этого нам не появится больше денег, чтобы ремонтировать эти дворы. Это пункт номер один. Во-вторых, ну, конечно, может быть, это не моя прямая ответственность за дворы, но там, ну, скажем так, ну, там надо, конечно, надо думать, но там и есть не только, ну, не только роль самоуправления, рижки думы, многие из этих дворов частная собственность, и, ну, как дума не может просто прийти частая собственность и вложить денег и отремонтировать, и самые владельцы, ну, как бы, ничего не будут делать. Я думаю, что нам надо сделать программу, ну, например, программу, что, ну, как Валмер, например, 50% дает дума, 50% – сами владельцы, и когда, ну, делает там не только стоянки или что-то такое, но, не знаю, там, может, детские какой-то площадки, не знаю, для пристрелок, людей, где сесть и поговорить, и, ну, например, 50% от рижки думы погасить, ну, эти расходы. Да, просто, опять же, немножко подытожим, получается, с дворами, если говорим о них, основные проблемы Европа не дает на это деньги, второе – это часто частная собственность, которую дума просто не может технически починить, правильно я понимаю? Вот именно, инициатива должна, ну, сами владельцы должны думать. Это большая проблема, что у нас приватизация прошла, есть у нас больше государство не собственник всего, да, а сами люди, ну, как бы это сознание, что я собственник, это мое, я должен провести какое-то время, думая о своей собственности, но, к сожалению, это не у всех вернулось. Еще одна больная, если не самая больная тема, историческая инфраструктура – это мосты, конечно же, и на прошлой неделе этот вопрос, как я знаю, обсуждался, департамент сообщения такой обзор сделал, конечно, там ничего такого революционно нового мы не узнали, но неудовлетворительными мостами признаны Брасовский, Дегловский, Вантовый. Ну, вот какие прогнозы по этому поводу? Брасовский мост, я вот признаю, что я живу там, в этом районе, наблюдаю этот Брасовский мост, он стоит, ничего там не происходит, только трамвай на нем ходит, ну, и автобус, общественный транспорт. Никакого ремонта не идет, какие вообще прогнозы по этим мостам? Когда они заработают или что-то там вообще начнет происходить? Ну, во-первых, может быть, я скажу о такой проблеме, почему мы в этой ситуации, проблема в том, что перед началом ремонтов или проектировкой ремонтов не делается такая очень тщательная экспертиза. Ну, как бы, не знаю, там сделать какой-то дырки или сканировать и узнать, в каком состоянии этот мост и определить, что там надо делать, капитальный ремонт или косметический и так далее. Ну, вот и что делалось? Просто пришли, посмотрели, кажется, что тут надо косметический ремонт. Ну, и тогда проектировщику дали задание, что надо делать проект косметического ремонта. Ну, и он сделал, потом конкурс, выиграл там за сумму X какой-то строитель. Он начал там делать и смотрит, ой, там все плохо, там надо делать капитальный ремонт. Ну, а проекта на капитальный нету. Это значит, что мы обратно вернулись в первый этап. Ну, этап. Перепроектировка, уже сумма вырастает и так далее. Именно это проблема и Дагловского моста, и Брасовского моста. Если смотреть на Дагловского моста, там уже, как бы, коррекция проекта прошла, там работа и продолжается, должно в следующем году осенью закончиться. Через год. Через год. Если смотреть на Брасовский мост, там, ну, там труднее, потому что перепроектировка еще идет, она должна закончиться в декабре этого года. Потом, ну, надо смотреть, как, ну, насколько там надо будет, ну, вырастают работы. Там, наверное, новый конкурс, например. Ну, и там, ну, сейчас, как бы, такая цель до 23-го года, ну, начале 23-го года, марта, если не ошибаюсь. Ну, потому что там, ну, будет, в принципе, строиться новый мост. Вот этот вопрос, да. То есть, это будет новый мост? Это будет новый мост, и он, они собираются его строить в двух частях. Они, как бы, разделят его пополам, но не, как бы, не так, а, ну, длину, если смотреть, чтобы трамвай мог по одной стороне проехать, и тогда другое делается, а потом, наоборот, по другой стороне. А, ну, то есть, это так, в итоге он будет все равно общим? Он будет общим, но... Я думал, что вообще мы на трамвайде. Нет, 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 нет. Это просто, чтобы, ну, как бы, обеспечить непрерывный, ну, транспортный транспорт. Движение, да, да, да. Ну, вот вообще, такой просто вопрос еще возник, это не совсем по вашей части, по части безопасности. Просто мосты, как известно, являются вообще такими стратегическими объектами, да, с точки зрения безопасности. Вот даже во времена баррикад 30 лет назад мы помним, что мосты в первую очередь там охранялись и так далее. А вот в этой связи это не является каким-то как-то ненормальным, что у нас вот один мост вообще закрыт, другой мост наполовину закрыт, у нас вот это вообще как-то не опасно? Ну, это, конечно, конечно, плохо. Ну, в той ситуации, в которой мы есть, ну, как, ну, если что-то можно сделать быстро, но мосты и строительство, особенно строительство мостов идет долго. И тут, ну, как бы, ну, просто, ну, мы можем смотреть на ситуации с одной или другой стороны, но она объективна, такова, и, ну, надо, как бы, эти ошибки брать во внимание. И, например, у Вантового моста, который только будет проектироваться, ну, там я буду настоять на тщательные экспертизы, чтобы она сделалась, или там что-то уже сделано, там даже водолазы там погружались смотреть, как это, эти, ну, пилары, о каком состоянии и так далее. Ну, надеюсь, что, ну, такие ошибки в будущем, как Брасовском и Даглавском мосту, они будут, ну, допущены. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, говорим о транспорте и инфраструктуре у нас в гостях, пишите в WhatsApp-е 2306191, все прочитаем и попозже постараемся принять звонки. Вы также заявили о намерении отказаться с системы эталонов в Риге, мы знаем, что 1 января истекает срок договора между Рига с Атексом и Рига с Карте, какие альтернативы, если не эталон, вы видите? И вдогонку вопрос тем, кто ездит за границу, заметил, что во многих больших городах работает так называемая система NFC, когда можно пробить поездку, просто приложив банковскую карту, это довольно удобно и уже довольно распространено. Возможно ли появление такой системы у нас? Как раз я думаю, что эта система была бы хороша для Риги, и не только потому, что она удобна, она и намного дешевле, если мы тут в предыдущие годы тратили даже, не знаю, 15-20 миллионов в год на систему эталона. Например, в Таллине есть такая система, где банковской карточкой можно заплатить, она бы в Риге стоила 2-3 миллиона в год, но тут есть разница, 15-20 или 3 миллиона. И все эти деньги могли бы вложить в инфраструктуру, поэтому, конечно, систему надо менять. Это и есть одно направление. Я знаю, что Рига Сатекс, мы уже сделали конкурс, и тут уже недалеко от внедрения такая система, я не знаю, как технически она называется, но она работает так, что у вас есть в мобильном телефоне аппликации, и вы заходите, не знаю, трамвай, и тут есть QR-код, например, на стене или где-то. И вы просто его там с этой аппликацией фотографируете, и автоматически вы купили себе билет на этот проезд. А купить билет, вот как, например, не знаю, пользуетесь ли вы мобили с точки зрения пассажера Велтинс купить перед этим? Потому что сейчас в Риге Сатекс мы такая система, что ты покупаешь, но билет тебе приходит буквально через 2 дня, ну это какой-то абсурд вообще. Ну да, по-моему, это и есть та система, только в поезде, ну как бы там есть этот кондуктор, а в трамвае нет кондуктора, поэтому, чтобы не было ситуации, что там, не знаю, заходит контроль, тогда ты только нажимаешь кнопку, поэтому, наверное, я думаю, я 100% не уверен, поэтому я думаю, этот QR-код надо фотографировать, потому что тогда ты уже купил, а если там, не знаю, заходит контроль, и все там начинают фотографировать, ну это уже другая ситуация. А карта Рижанина нужна? Ну я не вижу, она, во-первых, дорога, она входит в эту сумму 20 миллионов в год, ну зачем нам такая дорогая карта? А если там, ну нам надо думать о каких-то льготах, там, не знаю, в зоопарке или на стоянку, ну можно придумать другое решение, которое намного дешевле. А вообще, по работе Рига Сатексмы, вот с вашей точки зрения, какие-то изменения требуются, может ли измениться цена вдруг на проезд, льготы измениться, и вообще распорядок движения транспорта, ну вот потому что многие считают тоже странным, что по улице Краста, да, вот в районе центральном города, по одной из главных магистралей Риги не ходит практически никакого транспорта вообще, ну я имею в виду общественного там автобусов, ничего нету. Я считаю, что нам в следующие года нужно пересмотреть существенно всю сеть маршрутов общественного транспорта, потому что, как я уже перед этим говорил, появится новый вид, это поезд, и он... Ну не нового, просто сами поезды новые. Он будет новый поезд, да, и тоже станции, ну мы должны переделать удобные, чтобы там можно, ну например, сейчас в Югле ты даже на поезд так нормально, не через лужу там не можешь попасть. Если сделать это все удобным, поезд будет работать лучше. Ну и конечно он возьмет много, ну клиентов, пассажиров от Рига с Атексами. Это значит, что мы должны все-таки, ну сделать такое умное сокращение и больше, может быть, даже сервисировать поездов. Ну, например, если кто-то живет в Берди, то не ехать автобусом от Берди там в центр. Ну или, да. Да, а ехать, например, с Берди до Юглы, там у поездной станции пересажается сразу поезд, и через 15 минут уже в центре, да. И, ну, такие, ну, решения. А, кстати, заходила речь, вот сейчас помнил, год или два назад по поводу возобновления поезда в Болдыраю. Рассматриваете этот вариант? Да, пассажирский поезд рассматривает эту возможность. Там, конечно, проблема в том, что там нет электричества, ну там едут только дизельные поезда, и, как бы, ну, конечно, Европа не одобряет, ну, как бы, продолжение такого вида. Но там есть решение, например, есть способ, есть такие поезда, которые могут ехать и на электричестве, и на аккумуляторах какое-то время. Троллейбусы у нас сейчас. Да, да. И тут, ну, решение могло быть такое, что, ну, этот поезд примерно до заслулаука может ехать на электричестве, а там уже этот до Болдырая и обратно на аккумуляторах. Ну, как говорил министр сообщения, то для этого понадобится немножко там больше времени. Не знаю, наверное, какой-то 24-й год можно было бы об этом говорить, но в этом направлении я считаю, что надо пойти, потому что, ну, тут это дало бы очень много, ну, таких комфорта для Болдырая и Догогрива. Да, но только третий автобус, по сути, ходит. Да, и... И как бы в начале ковида, помним, был даже инцидент с тем, что он был забит просто, этот третий автобус. Конечно, и поезд, я думаю, что намного, намного было бы быстрее, ну, я не уверен, насколько долго третий автобус до центра едет, я думаю, на поезде это было бы 20 минут или там 25 минут. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис у нас сегодня в утренней программе. Отключемся на основополитический момент, когда формировалась Рижская дума, господин Стакис, вот тогда еще кандидат на постмэра, сейчас мэр, хотел пойти на такой благородный шаг и отдать оппозиции посты в комитетах, посты замов, зам руководителей. А потом он сходил на встречу с вами, с партнерами по коалиции, вернулся, сказал, нет, партнеры мои не согласны. И вы тогда были одним из тех, кто высказался так наиболее ярко и резко, причем даже как-то неожиданно было бы, вроде как обычно. Не самый резкий у нас политик, как кажется. Вы сказали, что какие вообще посты госпожа Жданок, она ведет антигосударственную деятельность. Но поясните все-таки, действительно, считаете, все-таки были избраны, тоже проголосовали люди, почему нельзя такой вот шаг солидарности совершить? Ну, скажем так, может быть, для меня труднее такой шаг поступить, потому что я работал при ведущей думе, где нам даже, ну, как бы, право слова отнимали, да, там не понравилось, что мы там говорим, выключили микрофон и так далее. Так что вы мстите, что ли? Нет, ну, все-таки, ну, скажем так, это какой-то фон, наверное, создает. Но, во-первых, я думаю так, что все-таки мы были в случае неочередной ситуации, и дума была распущена. И она была распущена по конкретным проблемам, и чтобы, ну, эти все проблемы, ну, в эту ситуацию привела предыдущая дума и предыдущие политики. Но ведь, по иронии, судьбы госпожа Жданок здесь вообще ни при чем. Ну, да-да, я тут говорю больше, например, о господине Бурове и там многих от согласия, да. Поэтому я считаю, что им надо посидеть, посмотреть, как мы работаем. Ну, может быть, если они себя появят как конструктивной оппозиции, которая не только делает политику, а тоже какие-то идеи хорошие предлагает, ну, можем думать в будущем, но так сейчас, я думаю, что им надо все-таки посидеть оппозиции. Подумать в своем видении, да? Ну, вот именно. Хорошо, вернемся к транспорту. Вот то, что касается велосипедов и велоинфраструктуры, после встречи с объединением при Рижне, да, вот на позапрошлой, если не ошибаюсь, неделе, было много фотографий, как вы с господином Стакисом на велосипеде вот через всю Ригу проехали. Вы, кстати, вот только тогда сели или, в принципе, велосипедистом являетесь? Ну, я еду на велосипеде не каждый день, ну, летом, осенью. Но с Рижской велоинфраструктурой вы знакомы? Да-да, я знаком, ну, я не знаю, летом еду каждый раз в неделю, а зимой не еду. Ну, как вы видите в таком случае, вот, велокарту Риги в данный момент. На прошлой неделе у нас на Лачпельше столбиками обнесли, вот сделали отдельную такую велодорожку, изолированную от автомобилей. А в целом улица Барна, например, еще интересует тоже. Я думаю, что велосипедиста инфраструктура, ну, у нас, если говорить откровенно, ее нету. Ну, есть какие-то отдельные, ну, такие островки. Островки, но она не является как такая общая система, которая может способствовать для передвижения от, не знаю, любого места, любой, от пункта А, пункта Б, да. Ну, и в этом направлении надо работать. И тут многим автоводителям кажется, что тут есть конфликт. Если, не знаю, там сделается велодорожка, то что-то им отнимается. Как раз наоборот, по этой, ну, такой маленькой полосе может проехать больше людей, чем по автомобильной. И то, что показывают, например, там Копенгаген или такие города, где это уже очень развито, то как раз там снижаются пробки, ну, как уровень пробок, потому что, ну, и, ну, как бы это не очень-то легко осознать, но, как бы, ну, меньше получается больше этой ситуации. Ну, и, конечно, все нормы этого загрязнения, но нам все-таки надо идти в то, что у нас воздух чище, люди не страдают от болезней, чтобы дети могли бы, ну, безопаснее продвигаться, ну, и чтобы вообще такая среда города была бы не такой шумной и так далее. Ну, это придется меняться, конечно, комфортабельнее, может быть, ехать на машине теплой зимой, но надо осознать тоже, что это город, там живут люди, и, ну, не хотелось бы, наверное, никому из нас, что кто-то в машине по нашему, ну, рядом наши дома проезжал, и там была бы шоссе. Но есть уже понимание, где, вот, если конкретно говорить, могут появиться там в ближайшее время велодорожки, как вообще нужно развивать те островки, которые у нас вот есть, как вы сказали? Ну, будет такой, будет эксперимент, мы сейчас говорим, ну, улица Чака, она в этой неделе как раз завтра или послезавтра будет улица Чака закрыта на два дня, там будет ставиться новый асфальт, для этого нужны два теплых дня, и по прогнозам четверг и пятница такая должна быть. Ну, там, конечно, может поменяться. Но то, что я хотел сказать, мы собираемся делать эксперимент, ну, он еще будет обсуждаться в Рыжской думе, но идея такова, что мы ставим такие временные велодорожки на улице Чака, ну, на пару месяцев, и смотрим, как это работает. Едут велопедисты, не едут. Как чувствует себя в этом случае общественный транспорт? Создавается пробки, создавается, ну, как, ну, и так, я думаю, что этот эксперимент, ну, что-то покажет, и потом уже надо продвигаться дальше, и Европа тоже готова давать денег на развитие этой сети. Тут человек спрашивает вот по поводу того, кто должен выкашивать траву на обочине, постригать кусты и деревья. Я, конечно, подозреваю, что это не совсем по вашему профилю вопрос, это скорее в департамент, как называется, по насаждениям, вот, или Ригас-Мэжи, но если вы можете, то ответите, вот, кто, значит, да, должен выкашивать траву. Хотелось бы обратить внимание на улице Ле-Юпес, которая идет от Южного моста в сторону Института Биор. Правая сторона проезжей части заросла так, что ехать можно только в метре от дороги. Ну, тут тоже надо думать, что делать с этой системой, потому что тут на этот вопрос не могу точно ответить, потому что тут есть многие возможности. Например, если это находится, ну, так называемых, красных линиях, да, у дорог, то это делает департамент сообщения. Если это находится, не знаю, там, где-то, ну, где-то в парках, да, то это делает Ригас-Мэжи. Да, да, в район парке. Ну, да. Да, если это находится там еще где-то, то делает это исполнительная дирекция и так далее. Ну, тут и где-то, может быть, даже департамент среды, да. Тут, как бы, могут быть, ну, наверное, четыре, или, не знаю, может быть, даже больше вариантов. Ну, беспорядок, и надо думать, как вообще систему менять, потому что, ну, там очень много от этого, ну, такой нелогических ситуаций возникает. Еще вот по поводу велосипедов и вообще всей этой концепции, вот, велосипедной, какой-то пешеходной, кстати, вот, по поводу пешеходной улицы сейчас тоже вспомнил. Мы тут Тербатас месяц наслаждались, ну, кто-то, может быть, не наслаждался пешеходной улицей. И вот в этом направлении намерены как-то тоже развивать город и водить пешеходные улицы? Я должен откровенно сказать, что я еще не читал. Ну, там, как бы, собирались делать такой... Обзор какой-то? Да, обзор, там, спросить у жителей улицы Тербаты, что они говорят по поводу этого. Потому что, ну, хорошо нам приехать, там, не знаю, в пятницу с друзьями, там, посидеть в кафе, послушать музыку, но все-таки там кто-то живет, и, не знаю, у него маленькие дети, может быть, и не могут спать и так далее. Ну, как-то все-таки должны, ну, общую картину смотреть. Ну, я бы с удовольствием ответил бы этот вопрос, когда, ну, как-то, ну, прочитал бы это, ну, как бы, итоги от этого. Ну, как бы, за что я? Я за эксперименты. Нам, чтобы, ну, как бы, узнать ситуацию лучше, нам надо экспериментировать. И, например, эта улица Чак будет тоже эксперимент. И, ну, я думаю, что можно делать другие эксперименты. Спасибо большое, вице-майориги Вилни Скирсис был у нас сегодня в утренней программе. Впереди новости, еще один гость, не переключайтесь. До свидания. До свидания.